Бэрингтон 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 Но всё это мне лишь дополнило позитивные впечатления о технической составляющей сервера. Так как всё выполнено, опять же, весьма комфортно и интуитивно понятно. Есть какой-то порядок действий. Работа мясника, к примеру, сделана с неплохой интеграцией техздравов, что также радует. При получении прав вам предоставляется возможность ещё и работать погрузчиком и перевозчиком малогабаритного груза. В работе перевозчика я ничего интересного не обнаружил, а вот рабочий процесс водителя-погрузчика был выполнен также очень интересно. Так что, в целом, даже несмотря на ограничения по уровню, за наличие интересных занятий для новичка можно поставить плюс проекту. Теперь о получении прав. Данный момент также мне понравился, так как всё выполнено с использованием всё тех же техздравов и выполнено весьма успешно. Для начала нужно ознакомиться с теорией, позже пройти тест на её знания и напоследок доказать, что ты мастер вождения уже на практике. Именно последний этап мне пришёлся по душе, так как при сдаче на дороге нужно было реагировать на различные знаки, что придавало некой атмосферности. Минимальная стоимость прав 300 долларов. Если вы при сдаче допускаете ошибки, то стоимость повышается. Подытожив, можно сделать краткий вывод, что новичку на сервере в принципе будет интересно. Глобально в техническом плане в моде присутствует ещё очень большое количество различных систем. Даже покупка аксессуаров для персонажа оформлена практически идеально. В плане маппинга также есть немалое количество красивых интерьеров. Да, и экстерьер сделан также неплохо. Единственное, что меня смутило, это интерьер мэрии. Уж очень забаган что ли в плане освещения. Не знаю только у меня такое или нет, но всё же. В большинство фракций, за исключением полицейского департамента, можно попасть с первого уровня. Так что этот факт тоже идёт в копилку положительных моментов сервера, так как с самого начала новичку открыто большинство возможностей. Стоит также отметить, что внутриигровые наборы в организации проходят крайне редко, а большая часть заявлений подаётся через форум проекта. Я думаю, что это также можно отнести к положительным моментам проекта, так как через форум можно спокойно отсеивать неадекватных личностей, и в игре уже общаться лишь с нормальными игроками. Ещё одним интересным моментом стала система саппортов на сервере. Саппортом может стать абсолютно любой игрок, который достиг шестого уровня. Не нужно каких-либо заявлений или тому подобных моментов. Если у вас есть шестой левел, то вы спокойно можете стать саппортом, прописав команду в слэш iSupport. Отвечая на вопросы игроков, саппорт может получать благодарности, и по итогу из наиболее отблагодарённых, саппортов выбирают людей на должность администратора. Опять же, всё сделано разумно, и у игроков появляется дополнительный стимул для игры на проекте. Теперь касаемо уровня отыгровки на сервере. В данном плане я бы сказал, что он держится где-то на уровне такого проекта, как Stage Roleplay, возможно чуть выше. То есть я не могу Big World отнести ко всяким псевдо-РП проектам по типу адвансов, но и на уровень Гамбита или же ЛСП он также не тянет. Это нечто среднее, но всё же ближе к стороне адекватных роллплей проектов. В Getty RP играют, но она по большей мере ограничивается лишь кражами, унижениями и ничем более. Ну, так как минимум вышло в моём случае. Есть немалая часть игроков, которые РП пытаются отыгрывать, но делают это слегка неумело, нарушая правила типа ограбления в ЗЗ и подобные моменты. Я, естественно, не говорю, что я гуру в отыгровке, я также играю не идеально, но всё же правила я как минимум пытаюсь соблюдать. Ещё положительным моментом для повышения роллплей является факт того, что администрация проекта сказывает рекламу у адекватных ютуб-деятелей с адекватной аудиторией. Тот же Герреро сейчас активно играет на сервере, являясь лидером колледжа, и именно у него оба фракции я нахожусь. Думаю, этот момент реально поможет повысить уровень общей атмосферы на проекте. Подводя некий итог, можно сделать следующие выводы. С технической точки зрения проект выполнен весьма хорошо. Есть немалое количество уникальных систем, о которых я в том числе и не рассказывал здесь. Всё предельно просто и комфортно для восприятия. Аудитория проекта по большей мере адекватная, и даже если люди не имеют толкового понятия об РП игре, то хотя бы спокойно воспринимают указания на различные ошибки. Система хелпера выполнена очень толково, так что можно рассчитывать на то, что вам практически всегда будут отвечать на интересующие вопросы. Онлайн на сервере в среднем держится на отметке в 200 человек. Есть неплохая тенденция к его повышению. Но всё же я считаю, что это ни к чему. Я думаю, что если онлайн будет держаться на уровне 200-300 человек, то будет идеально. Если обратить внимание на веб-ресурсы проекта, то есть на группу ВКонтакте, сайт, форум, то в принципе сделано всё так же неплохо. Форум по сути как и везде. Сайт выполнен максимально просто, что не является минусом. Единственное, что слегка разочаровало, это слегка скудное графическое оформление группы ВКонтакте. В целом, я бы поставил данному проекту оценку в 3,5-4 балла по 5-балльной шкале, так как плюсов здесь немалое количество, но всё же РП отчасти проседает. Не стоит забывать, что проект был открыт всего пару месяцев назад, и я думаю, что в скором времени он ещё наберёт обороты, и возможно будет соревноваться по уровню отыгровки с Гамбитом и ЛС Проджектом. На этом у меня всё, с вами был Берингтон, до скорого.